Жители Хакасии голосуют за объекты благоустройства 2024 года. Сейчас идет всероссийское голосование по проекту формирования комфортной городской среды и продлится оно до 31 мая. Об этом мы поговорим сегодня в программе «Вопрос дня». Гость нашей студии – заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Алексей Филюшин. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что представляет из себя этот проект и как долго Хакасия в нем принимает участие? На самом деле проект этот не новый для Хакасии. Начали мы реализовывать его с 2017 года. В период 2017-2018 года, когда он прошел по нашему региону, неплохо себя зарекомендовал. И уже эта реализация дала старт с 2019 года уже в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Если брать периоды 2017 года, 2017-2018, то было благоустроено порядка 300 территорий, включая и общественные территории, и дворовые территории. В России потрачено порядка 250 миллионов рублей, насколько я помню. И на сегодняшний день каждый житель может принять участие в этом голосовании. Здесь речь идет о выборе новых территорий как общественных. Это и скверы, и парки, и места, скажем, общего пользования, где людям приятнее проводить свое время. И с 2021 года, вот уже, наверное, третий год подряд, идет всероссийское онлайн-голосование. У нас же век информации, технологии, цифровизации. Да, да, да. И поэтому сейчас, начиная с 2021 года, каждый гражданин, возраст его 14 лет, он тоже может, скажем, вложить свой голос, свое мнение в выбор той или иной территории. Ну вот вы говорили, что мы уже несколько лет участвуем в этом проекте, в этой программе. А какие из территорий уже благоустроенных, вот допустим, если взять прошлый год, вы могли бы отметить? Ну, на самом деле территорий очень много. Ну вот если прямо посмотреть, которые прямо преобразились, ну это, наверное, можно отметить Черногорск. Вот когда центральный парк, он уже прямо начал преображаться, и сейчас идет продолжение его благоустройства. Если отметить маленькие города, потому что, знаете, в благоустройстве участвуют не только крупные какие-то городские круга, административные районные центры. Там есть еще и условия по участию в дополнительном конкурсе малых городов, исторических поселений. Ну, у нас такие, скажем, моногорода, это тот же Абаза, тот же Сорск, Вершина Тёи. Поэтому там тоже стараются все привезти свои какие-то центральные скверики, парки. И поэтому, ну, скажем, результат уже каждый житель, который проживает на той или иной территории, может наблюдать. Алексей Владимирович, вот в этом году тоже работы продолжаются. Скажите, а сколько средств заложено на этот год, и какие города и поселения участвуют в программе? В этом году заложено порядка 147 миллионов, это только с участием федеральных, порядка 142 миллионов. А кроме того, еще регион, чтобы территории было больше, то есть чтобы наши населенные пункты региона преображались, дополнительно еще предусмотрел 100 миллионов. Поэтому сейчас у нас активно включились к участию 18 муниципалитетов, вот это наши 15 городов, которые есть, и 13 поселений. И здесь уже активно работы, можно сказать, начались, потому что есть работы, которые необходимо выполнять, либо по каким-то параметрам в теплое время, либо, да, либо там, если идут речи о малых архитектурных форумах, то это заказ, пока изготовится где-то у производителя, потом, соответственно, начнется монтаж. Ну, скажем, Хакасия справилась с первой задачей до 1 апреля, мы постарались все, чтобы было законтрактовано все территории. Поэтому у нас, да, в этом году будет 36 дворовых территорий, 58 общественных территорий, соответственно, мы за этим контролируем. Но вот а сейчас мы голосуем за то, что будут благоустраивать уже в следующем году. Скажите, пожалуйста, территории больше становится, финансирование больше ли? Смотрите, на следующий год уже также участвуют 18 муниципальных образований, и к онлайн-голосованию уже выдвинутые 64 общественные территории. Участвуют те же населенные пункты, которые, грубо говоря, и в этом году у нас реализуют эту программу на своих территориях. Поэтому здесь выбор, как говорится, уже за гражданами. Вот заявлено довольно много территорий, скверов, площадей, допустим, только в Абакане, их 9 объектов. Вот, скажите, пожалуйста, будет выбран только один по результатам голосования, а вот остальные как, которые там не доберут нужного количества голосов, что с ними? Остальные, это вот как раз есть такой механизм помощи региона, со стороны региона. И здесь, конечно, будем рассматривать вместе, совместно с органами местного самоуправления, какие территории все-таки тоже необходимо благоустроить, чтобы их не оставили. Чтобы голоса, как говорится, граждан не прошли бесследно. Вот вы, наверное, отслеживаете, как идет эта процедура. Вот сейчас много ли жителей Хакасии уже проголосовало? И вообще, почему важно людям принимать в этом участие? Смотрите, действительно, это все отслеживается, потому что работа ведется очень масштабная. Привлечены у нас и общественные организации, и волонтерское движение. Стартовали все эти голосования 15 апреля, продлятся не до 31-го. И на сегодняшний день порядка где-то уже 10 тысяч 900 голосов уже оставлены через портал. Ну, цифра каждый день увеличивается, поэтому здесь мы, конечно, контролируем. Ну, для себя ставим такое плановое значение, чтобы 25% от того населения 14 КРЦ и плюс, чтобы могли проголосовать. Поэтому здесь, в принципе, к этой цифре мы движемся. Вот я сама тоже проголосовала и сделала это с помощью сотового телефона. Заняло у меня это, ну, какие-то считанные минуты. Расскажите, пожалуйста, как люди могут проголосовать? Каков порядок? Порядок здесь абсолютно простой. Можно зайти через сайт 19городсреда.ру, либо через госуслуги, выбрать ту или иную территорию. Сначала регионки, потом населенные пункты. Там уже в разрезе территории, как говорится, направо гражданам выдается выбор. Можно подробно посмотреть действующее состояние территории, можно посмотреть некий дизайн, эскиз, что это будет. И, соответственно, как бы принять для себя выводы, как это все будет в дальнейшем. Я посмотрела по объектам, там очень, по каждому, очень хорошо проработанный проект. Я понимаю, что это время, это силы, это средства. Если часть проектов, получается, не попадет в программу на следующий год, будут ли они как-то дальше учитываться? И будут ли они, может быть, включаться на следующий год, вот в тот же проект? Конечно, это все можно учитывать, потому что, ну, все-таки охота, это чтобы все голоса граждан были учтены, соответственно, чтобы город или тот населенный пункт, где проживает гражданин, он преобразился. Конечно, оставить без внимания мы не можем. Алексей Владимирович, а теперь еще раз, может быть, подробнее, кто и как может принять участие в голосовании? По поводу кто и как, здесь можно самостоятельно через сайт 19.городсреда.ру. Можно в общественных территориях с помощью волонтеров можно на администрацию выйти, то есть на сайте администрации есть отсылочки, где можно найти территорию, и там подробно, как это все можно за нее проголосовать. Алексей Владимирович, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию РТС и рассказали много полезного. Спасибо, спасибо большое. Это была программа «Вопрос дня». В студии работала Ольга Барловская. До новых встреч на канале РТС. Редактор субтитров А.Семкин